всех приветствую на нашем канале рубрика мужская кухня сегодня хочу поделиться с вами рецептом как в домашних условиях произойдет шикарный гликотез забытого вкуса провисная скумбрия сухого посола кому интересно оставайтесь со мной для приготовления провисной скумбрии сухого посола мне необходимо скумбрия вот такую я выбрал скумбрию это скумбрия атлантическая это более жирная скумбрия в отличие от тихоокеанской у нас есть в продаже два вида скумбрии поэтому если кому-то надо более суховатая чтоб не жирная была выбирайте тихоокеанскую я выбрал атлантическую здесь у меня 2 килограмма 150 грамм также нужна соль нужен черный перец мускатный орех и сахар для усиления вкуса пропорции сколько чего по весу будет внизу в описании видео сейчас я буду удалять головы внутренности и покажу что буду делать дальше итак мои хорошие вот почистил и промыл я рыбку вот так она сейчас выглядит это с головой выглядит она шикарно видно что она там чистенькая как бы показать сейчас постараюсь вам на свет казачьи вы увидели насколько она там может быть видно будет чистенькая видно да ничего не осталось вот видно очень удобный способ такие чистить что не осталось ничего там вся вы чищена а как почистить скумбрию таким способом не разрезая брюшка и не отрезаю голову я покажу вам следующем видео чистенькая чистенькая это очень хороший способ для прочистки вот ничего там нет ни черного она полностью вычищена вот сейчас мы будем готовить смесь для сухого посола кому интересно оставайтесь со мной для приготовления посолочной смеси я беру соль соль беру из расчета 1 столовая ложка с горкой это где-то 30 грамм соли на одну рыбку то есть если 6 рыбок значит надо 6 столовых ложек с горкой соли высыпаю я сюда соль берем теперь сахар из расчета 1 процент от веса рыбы я взял по одной чайной ложке без горки на одну рыбку высыпаем сюда теперь добавляем сюда перец перца я взял из расчета вот такую вот одну щепоточку вот так на одну рыбку высыпаем сюда и берем мускатный орех на кончик ножа на одну рыбку вот так вот и высыпаем сюда все это теперь тщательно надо перемешать вот мы видим наша посолочная смесь готова рыбу я буду солить вот в таком вот пластиковом пищевом контейнере из полипропилена беру я рыбку сначала беру с головой беру чайную ложку набираю посолочной смеси вот этой вот и отправляю ее туда в середину рыбки отправил одну чайную ложку отправил одну чайную ложку одну чайную ложку в голову и положил беру следующую рыбу набираю чайную ложку посолочной сухой смеси и отправляю туда внутрь рыбки одну в голову где были жабли беру также следующую чайную ложку посолочной смеси вовнутрь одну сюда в голову вот так у меня получилось три рыбы беру те которые без головы чайную ложку посолочной смеси вовнутрь притрусил беру следующую чайную ложку вовнутрь положение беру следующую последнюю рыбу можно делать я показываю как с головой провисную скумбрию так и без головы и отправляем ее сюда вот так у меня вот шесть штучек плотненько друг к другу вот у меня осталось столько соли смеси посолочка которые я теперь беру и посыпаю посыпаю тщательно скумбрию напомню у меня это атлантическая более жирная скумбрия можно готовить как с сухим посолом ее так и можно готовить ее по ГОСТу как я делал в рассоле ссылочку на видео как сделать провисную по ГОСТу та которую мы ели еще и в Советском Союзе здесь будет видео и под описанием тоже теперь вот так вот мы ее берем перекручиваем обмакиваем вот чтоб она вся была в соли в этом в этой посылочной смеси маленький недостаток этого способа что необходимо время от времени ее так вот ворушить если допустим в рассоле это можно допустим оставить накрыть какой-то тканью или салфеткой и она будет три дня солиться в рассоле в данном сухом посоли надо будет время от времени где-то раз там в пять в шесть часов ее поварушить обязательно и вот с сегодняшнего времени после того как я ее посолил накрываю сейчас ее крышкой вот и отправляю ее в холодильник на 48 часов через 48 часов скумбрия будет готова что с ней будем делать через 48 часов я расскажу дальше накрыли и убрали в холодильник итак прошло 48 часов открываем контейнер и смотрим что у нас получилось получилась у нас вот такая вот шикарная уже просоленная рыбка скумбрия в течении 48 часов я эту рыбку вот так вот менял ее местами переворачивал для того чтобы она могла равномерно просолиться преимущество сухого посола в том что выходит лишняя влага и меньше надо времени на просушку вот сейчас я эту рыбку буду прям в этом суточке промывать и чтобы немножко осталась соленая вода когда промою я буду подвязывать ее на вот такой вот шпагат за хвостик и вывешивать на просушку как я буду это делать я сейчас вам покажу я налил немного в судок воды рыбку промыл под проточной водой и опять отправил сюда вот ее в этот суточек в котором солилась она отправил ее чтоб она немножко полежала вот всю соль с этой рыбки смывать не надо если мы смоем всю соль совохранение ее резко уменьшится а мы знаем что эта рыбка у нас провисная поэтому часть соли какой-то процент он должен обязательно остаться на поверхности то есть мы не должны ее полностью смыть то есть внутрь мы ее промыли лишнюю соль которая прилипала к ней вот остальная соль осталась сейчас сейчас я эту рыбку буду из рассола где-то минут через пять доставать вылаживать я ее выкладывать буду на противень вот и подвязывать буду за хвостики тем самым промокну бумажными полотенцами чтобы она лишнее не капала итак для удобства я взял противень застелил его бумажными полотенцами сейчас я вот так на этот противень выложу сюда рыбку три штуки у меня получается с головой три у меня без головы и бумажными полотенцами не вытираю а именно обмакиваю обмакнуть надо ее она у меня не очень крупная к сожалению не было крупной рыбки пришлось взять вот то что было вот такая вот она в среднем где-то триста пятьдесят четыреста грамм с головой ну что теперь берем шпагат как говорил я и показывал в других видео делаем петлю и за хвостик подвязываем зажимаем зажим зажим и так проделаем с каждой рыбки и 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 сетью где угодно я буду вешать эту рыбку в комнате хорошо проветриваем помещение где-то на двадцать сорок часов на сутки двое через сутки двое как немножко она вот проветриться немножко подсохнет можно будет ее завернуть в пищевую бумагу пергаментную и отправлять уже на хранение в холодильник или запаивать вакуумную упаковку лучше конечно всего лучше всего и правесная наша скумбрия будет готова так сейчас я ее подвешиваю покажу что у меня получилось вот таким вот способом я вывесил скумбрию она будет у меня так два дня находиться в таком состоянии вот двое суток чтобы она могла немного просохнуть и после того как она просохнет ее можно будет уже употреблять в пищу напоминаю что это у нас скумбрия провисная это очень деликатес такой шикарной в магазинах ее особо не купишь ее невыгодно делать потому что она теряет очень много веса вес это мы знаем деньги для торговли поэтому делают ее пряную в разных рассолах провисла я вот именно чтоб еще и без головы это дефицит качественная вот ну ожидаем два дня и потом я покажу какая она будет на срезе вот красивая ароматная такая она жирненькая вот в общем ожидаем два дня двое суток итак мои хорошие прошло двое суток наша рыбка готова двое суток она висела у меня в кухне здесь у меня не жарко вот проветривается очень хорошо эта комната у нас вот вот рыбка за двое суток она провярилась лишняя влага стекла с нее она немножко подсохла и эта рыбка уже готова чтобы ее можно было кушать вот так она сейчас выглядит это с головой три штучки у меня в меру упругая запах очень приятный аппетитный такой имеет она вид вот так она выглядит внутри жирненькая и так же выглядит внутри и та которая с головой сейчас я буду ее снимать и будем ее нарезать рыбу я снял с вешалки вот такая вот она упругая это та которая с головой я доволен все-таки рецепт про весной скумбрии сухого посова он дает некоторые преимущества вот вот быстрее вялится она более плотная сейчас посмотрим какая она на срезе и так самый ответственный момент берем рыбку и будем ее нарезать еще раз ее осматриваем вот так она выглядит жирненькая вот красота полночки удаляем и делаю нарезку вот такая она на срезе нежная нежная жирная жирная знаете это очень не передать просто какая она нежная красота и берем теперь естественно с головой вот такая она на срезе вот эти какой цвет мне даже кажется что золовой цвет даже лучше смотрите какая прекрасная я вам хочу сказать что этот рецепт достойный советую вам попробовать приготовить такую шикарную скумбрию как с головой так и без головы мне даже кажется что с головой она более сочная более нежная вот красота согласитесь оставляйте свои комментарии под этим видео ссылочки на разные видео которые можно приготовить скумбрию как в рассоле пряного посола как и провесную в рассоле я оставлю внизу подписывайтесь на канал кто не подписался ставьте пальцы вверх поддержите меня вот спасибо всем за просмотр всем до новых встреч